Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В нашей стране растёт число автоаварий с участием автомобилей такси, а также происходящих непосредственно по вине таксистов. По данным ГИБДД, цифра за первую половину 2020 года уже сопоставима с данными за весь 2018. Это побуждает власти к внедрению различных ограничений в отношении извозчиков. Например, в Москве в ближайшее время хотят запустить сервис, который не позволит получать заказы тем водителям такси, которые часто нарушают ПДД. Трасса 101 На российских дорогах начали использовать новый тип искусственной неровности, придуманный в Германии. Имя Ноу Хао – берлинская подушка. В отличие от лежачего полицейского, она не пересекает полностью проезжую часть. Конструкция представляет собой прямоугольник, размещенный прямо посередине полосы. Чтобы на нем не тряхнуло, надо также притормаживать. А вот грузовой транспорт легко пропустит подушку между колес. Трасса 101 Почти 60% российских автомобилистов признали, что не смогут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Опрос провели издание «За рулем» и агентство «Автостат». Только каждый шестой респондент заявил, что будет действовать уверенно, остановит кровотечение или наложит шину. Еще каждый четвертый считает, что сидеть или стоять сложа руки не будет. Но вот получится ли помочь раненому – не факт. Трасса 101 До конца 2020 года компания «Рено» собирается начать в нашей стране продажу «Дастер» второго поколения. Кроссовер, в частности, может получить новый бензиновый мотор – четырехцилиндровый, турбированный, объемом 1,3 литра, мощность около 150 лошадиных сил. Такое уже устанавливается на «Дастер» для индийского рынка. Машина в переводе на рубли стоит немногим более одного миллиона. Сейчас цены на кроссовер начинаются от 777 тысяч рублей. Трасса 101 Первый российский серийный электромобиль «Зетта» выпускать еще не начали, а он уже подорожал. Ранее говорилось, что автомобиль будет стоить минимум 450 тысяч рублей. Теперь уже речь идет о начальном ценнике в 550 тысяч. За эти деньги машина будет оснащена комплектом аккумуляторов, которых хватит на то, чтобы проехать 180 километров. Чем больше пробег, тем выше цена. Зарядка от обычной «Розетки» старт производства намечен на конец этого года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101